И с тобой здравствуйте мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем наш танкофон, так как предыдущая серия собрала 2000 лайков и это блин очень здорово, я рад что вам понравилась эта идея, поэтому сегодня будем выпускать серии как можно чаще, кстати если ролик набирает 2000 лайков я прям серию не упускаю сразу же, скорее всего она где-нибудь в обработке у меня висит или в монтаже, поэтому если она прям моментально не выйдет, вы не паникуйте, все будет. И да, комментарий как я и обещал, это у нас комментарий от гада с СС, он написал танкофон, да вот так вот все просто, если вы хотите попасть ко мне в видосик, чтобы я вам привет передал, то вы можете написать комментарий под роликом, если никто на ваш комментарий не ответит, то попадайте в следующую серию, если вам повезет и так же вы должны точнее поставить лайк, ну и да ладно, в общем думаю вы все поняли, минутка рекламы, спасибо за просмотр ее. И кстати ребята, прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать про другую крутую игру, танки икс, это бесплатная мультиплеерная игра, где вам предстоит создавать свои танки, в игре огромное количество танков, орудий, прокачек и режимов игры, каждый матч ты будешь становиться сильнее, сражайся с противниками или зови друзей, уничтожайте всех и вся, игрушка кстати весьма с хорошим графоном, и при этом она хорошо оптимизирована, в общем ссылка в описании, рекомендую поиграть. Ну что ребята, пойдем и дальше испытывать наш новый вот такой вот прекрасный танчик, который мы построили в предыдущей серии, я думаю пока что будем идти по кампании, так как стоп новый эпизод начался, а он мне будет доступен через какое-то время, нифига себе как это неожиданно случилось, ну ладно давайте попробуем, а почему интересно 46% закончилось, видимо я смогу продолжить только через 2 дня или как, ну ладно, если кто знает напишите мне в комментариях. Нифига себе у них роботы поперли с пилой, смотрите какой офигеть, атака краснозубы, ну окей, надеюсь что я смогу его развалить до того как он развалит меня, ну судя по тому что у него, стоп, а че мне нарисовали что у него такой крутой меч, а на деле у него обычный штык какой-то, вы че издеваетесь, я ж реально сейчас чуть душу свою не отдал, думаю что у него реально такое имбалансное оружие будет. Так, ну давай огнемет пошел в бой, 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 все, ха-ха-ха, обожаю я свой танк, просто 10 из 10 он у нас. Так, ну что, всякие детальки нам дали, ну ладно, сейчас быстренько их все получим, еще шикарно было бы зайти в апгрейд, а также доапгрейдиться и собрать немножко нефти, так как у меня скоро она закончится, а если она закончится, то я буду в небольшой проблемке, скажем так, потому что мне надо будет ее прикупить за даймонды скорее всего, да, если она закончится, надо будет даймонды потратить. Ну, это не суть важная, об этом вам думать не надо, это я должен об этом заморачиваться. Так, ну что, если уж они рисуют роботов не такими, какие мне есть, то мне менее страшно тогда. Так, и мне самое главное ждаться, когда мой танк пристыкуется к земле, потому что иначе его не слабо так шатает, у него было, у него были неплохие выходные, судя по всему. Так, поехали, поехали, давай, минус колеса, минус ребята, минус вся ваша армия, давай дожигаем, горите, черти, мне так нравится у него лицо, у моей машины такой злобный, такой просто я вас всех порву. Неплохо деталек получил, оу, еще одну гусеницу получил, шикарно, мне как раз их очень надо, потому что мой будущий проект будет состоять, скорее всего, из гусениц. Прямо самое имбанерное из этого получится. Так, в чаще джунгли следующая машинка, но у него пушка только более мощная, в целом, о, нифига себе он огромный, только у него как-то очень странно детали болтаются, как будто бы строил какой-то чувак, который не особо в этом понимает. Так, давай, 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 минус колеса, главное сбить, стоп, у него пушка опять слабее, почему на картинке рисует одно, а на деле у него все немножечко слабее получается, это странно. Я думаю, что враг серьезный, а на деле у него пушечки обычные, там было реально на картинке нарисовано, если вы тоже заметили, что у него реально какая-то там жесткая пушка стоит. Так, что у меня по нефти, еще немножко собираем, мне надо еще немножечко собрать, кстати, у меня перезарядились эти штуки, бонусные, нет? А, еще через часик только перезарядятся, блин, жалко, там крутые ништяки дают. Что-то очень долгий кулдаун у них, этих приколов, потому что если бы они сделали его поменьше, то я бы смог чаще использовать и больше их рекламки смотреть, то есть поддерживать разработчика. Так, игрушка мне дико нравится, я готов даже в нее копеечку внести. Так, ух ты, какой интересный товарищ. Ну ладно, все. У него, кстати, огромный запас брони, если посмотреть так. Поэтому парень достаточно суровый должен быть, но самое главное, ты скорее, скорее, скорее добраться до того, как потеряй все основное орудие. Давай, мы почти дошли, хотя я его базу сейчас сломаю, это что-то даст мне? Так, я всегда не понимал, если я ломаю эту базу, что она что-то дает или как вообще. Ну, конечно, если будет у меня сейчас 3D очки, то выглядело бы это очень прикольно. Почему снаряды сдувают? Реально какой-то ветер есть в этой игре? Мне так и в прошлом ролике не успел посмотреть комментарии толком, в плане того, что там реально здесь какой-то ветер присутствует? Только никаких уведомлений, где ветер, куда он дует, какой это ветер, и все в таком духе здесь я что-то не нахожу. Ну и ладно, так мы уже наполовину прошли. Огненное болото. У этого чувака есть... Надеюсь, у него нет огнемета, потому что моя машина... У него какая-то ракетница сверху стоит. Я чувствую, что я его не смогу сейчас победить. Ну, как-то очень сурово он выглядит. Ну, давайте попробуем. Что еще? Офигеть, вот это залп! Так, давай, давай, давай. У него тоже огнемет. Офигеть! Я просто его пока что не могу победить. Он слишком суровый. Просто посмотрите, что у него вообще было. Ракеты, огнеметы, пушки. Это моя мечта только, а у него уже все есть. Офигеть! Жесткач какой против меня вышел. Так, ну давайте тогда проапгрейдимся. Сделаем улучшение, потому что хочу следующий левел получить. И посмотреть уже новые ништяки всякие. Так, это все взяли апгрейды. Это тоже берем. Что у меня там еще? Что, еще, еще, еще? Здесь ничего. Кстати, а есть редкая рамка? Мне приказ, что есть корпус трейли. По идее, я могу построить какую-то башню. Но не знаю, есть ли в этом смысл. Так, новую гусеницу можно сделать. Так, давайте. Оп, доапгрейдили. Гусеница, кстати, редкого качества. Потому что синие рамочки. Это интересненько. Наконец-то я могу маленькие колесики нормально прокачать. Вот это шикарно. Так, пушка, а ты будешь выглядеть по-новому уже? Нет, еще до сих пор не выглядит по-новому. Я хочу, чтобы моя пушка стала более пафосным видом. Кстати, говорят, что, типа, взрывчатое вещество. Оно как бы не бросается. Оно, типа, как прям на мне крепится. И в итоге, кажется, я сам себя взорву, как я понял. Если я пойду в атаку со всем этим делом. Так, а что еще не докачал? Что ему не нравится? А, то, что не купил одну штуку. Ну и ладно. Не купил, так не купил. Так, уровень топлива увеличиваем. Еще. Да где уже следующий левел? Я хочу следующий левел. Я уже должен был до него добраться. Почему я до сих пор не апнулся? Так, я хочу, хочу ап. Где мой ап? Там не видно, блин. Закрывается все это дело. Я не могу даже понять, насколько же я прокачался. Так, ладно. Апгрейд, 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 апгрейд. И седьмой левел. Ура! Так, и что ж мне дают? Миномет! Миномет! Я даже как-то так сказал, настолько обалдел. Так. Круто. Внимательные глаза? Типа были злые глаза, это внимательные. По мне так они не особо отличаются от тех, что были. Ну ладно. И восемь целых поинтов новых дали. Это вот, это круто. Восемь поинтов, это шикарно. Так, что у меня здесь по блокам? Надо все докачать, потому что если сейчас все не докачаю, то экспы у меня будет маловато. Хочется как можно быстрее прокачаться. Думаю, вы меня тоже понимаете, потому что хочется сделать какого-нибудь нового, более жесткого зверя. И заодно я нефти поднакопил, пока мы это делали. Хотя мне на слоточку не хватило. Блин, печально. Так, ну ладно. Мне сейчас надо зайти, наверное, в ангар, прокачать нашу тачку, так как появились новые детали, которые я могу себе позволить. Самое интересное, что у меня появился один, по идее, блок оружия. Я могу добавить себе что-то типа еще одного пулемета. А если снять пулемет, я могу два огнемета наставить на себя? О, кстати, стоп, у меня же миномет открылся. Так, давайте-ка мы его возьмем. Не хватает очков на установку, но если я пулемет сниму, то вам не будет хватать или нет? Блин, все еще не хватает. Видимо, только в следующем уровне где-то у меня это откроется. Но anyway, я бы хотел это затестить, поэтому давайте я даже сниму огнемет на данный момент и поставлю себе миномет. Очень уж хочется мне посмотреть, что это такое. Так, и крепление мы поставим. Так как это у нас миномет, то стрелять он будет у нас довольно необычно, как я понимаю. Хотя спереди, конечно, выглядит на 10 из 10, как если у нас прямо отсюда стрелять будет. Так, только броню бы разместить по-другому. Ну ладно, у нас пока это тестовый образец, поэтому пока что вот сюда поставим. Давайте проверку проведем, как это будет работать. Так, это у нас высота, да? Бам! Вау, вот это шарик. Вау. Перезарядка только очень долгая, но на деле просто бомба. Какой у него дэмэдж надо было посмотреть? Надо узнать дэмэдж миномета. Блин, я еще все деньги потратил, а? Так, оружие, 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 дэмэдж 800, атака в площади 2000, скорострельность небольшая. Ну, в любом случае, выглядит, говорю, на 10 из 10. Хочется форстоп соединения. А раньше были соединения? Я что-то этого не помню. Какие-то новые соединения появились. Неплохо. Так, а канистр... О, я еще одну канистру могу поставить. Эй! Больше канистры, больше армора. Как показала игра, канистры неплохой армор так-то дают, потому что на себя все принимают. Так, и новый блок можно взять брони. Так, всего один только в меня влезает, да? Так, да куда ты улыбку потащил? Стой! Ухмылку, точнее, эту злобную. Так, куда бы тебя закрепить-то? Ну, вот сюда давайте пока закрепим. Пока что вот так вот будет наше тело продолжаться, если можно его назвать телом. Так, а почему соединение горит, но при этом у меня как бы ничего нету? Странно. Так, колесо. Не хватает очков на среднее колесо, поэтому я его не поставлю. Рамы. Вот рам сейчас смысла нету. Ну, как-то вот такой вот транспорт у нас получается. Что, пойдем его затестим, что ли? Блин, мне денежек не хватает. Хочу больше денежек. Так. О, 400 монеток на еще один. Э, о, 100 нефти накопил. Но проблема в том, что мне не стоит идти в компанию и драться с тем чуваком. Он меня по-любому размотает, поэтому пойдем найдем соперника в виде развалившегося чувака, судя по всему. Ну, блин. Ну, че, где враги-то прям такие суровые, мощные? Так, мне нужен один выстрел. Так, стоп. Че, че это за выстрел такой был странный? Так. Вот. Давай. Бам. Ну, слушайте. Демедж-то какой-то неплохой, но очень странный получается. Так. Давай. Ну, я как бы его развалю, но огнемет показал себя в 100 раз лучше по мне. Так что, пожалуй, я лучше вернусь к огнемету. Миномет еще... Такой какой-то, не знаю. Еще пока не к нашему эту танку. Все это дело, поэтому давайте зареконстрактим его. Так. Где опять соединение? Мне надо оружие, 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 оружие. Вот оно. Так. Кыш отсюда. Мы тебя не используем. Крепление мне тоже больше не понадобится. Тест прошел у нас. Миномет оказался... Ну, таким себе решением. Так. Ну, огнемет зато... Огнемет хотя бы показывает, что он действительно тот самый монстр, который нам нужен. Так. А что мне здесь скрепление вдруг пропало? Так. А ухмылка у меня на что крепилась? А ухмылку можно так было закрепить? Забавно. Так. Ну, только выглядит это не круто. Давайте вот это снимем пока. Вот это... Ладно, все сниму. Если уж игра так вредничает. Просто я огнемет хочу, чтобы красиво стоял. То совсем грустно, когда у меня выглядит все не ахти. Так. Вот сюда крепление. Ну и следующее к мордашке. Как показал, это так работает, да? Так. А вот здесь мы придумаем кое-что новенькое. Тогда если... Если дело пошло так, то можно, по идее, поставить крепление нам. Вот куда-нибудь вот сюда, наверное. Вот сюда давайте крепление зафигачим. И к нему прицепим пушку. Пушку-пушку обыкновенную. Потому что это реально хорошее решение будет. Потому что мы сможем пушку наклонять как мы хотим. И стрелять в итоге из-за спины, как артиллерии. В случае чего. Плюс ее так быстро не сломает. То, что основной урон мне в лицо прям летит. Так. Есть маленькое колесико. Ну, не думаю, что есть смысл опять же его ставить. Так. Ну, как-то вот так вот. Давайте проверим. Как у нас получается. Так. Мне бы еще одно большое колесо. И было бы вообще шикарно. Ну, управлять я могу, да? Если что, могу... Так. Нет. Это огнемет. Если что, вот так вот могу стрелять все еще. Ну, по идее, я могу нормально достаточно так откинуть. И закидывать снарядами врага из далекой дистанции. Что делает меня более функциональным, что ли? Гибким, наверное, вот как. Так. Ну, что. Нефти у меня сейчас не хватает, да? Так. Ну, нефти, видимо, не хватает. Ну, что. Тогда в следующей серии докуплю нефти. И мы пойдем уже сражаться по полной программе. Пока что у нас вот как-то так все это дело получилось. Надеюсь, вам эта серия также понравилась. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И следующая серия будет, как только наберется, 2000 лайков. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Также в описании ссылочка. Или вообще в описании заглядывайте. Там много всяких интересных штук есть. На этом все. Увидимся в скором времени. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok